Показал хорошие результаты, и как-то, чтобы твоя карьера шла еще долго, высоко и высоко. А вот это неопределенность она подстегивала или, наоборот, нервировала. Макс, а ты помнишь, когда первый раз вариант с Ахматом появился? Блин, честно сказать, не помню. Ну, примерно, припоминаю, что были слухи, были разговоры, но до серьезных таких моментов не заходило. А с кем-то советовался перед переездом в Грозный? Честно, только с родителями, с женой, так, в основном принимал решения сам. Город Грозный, чем он тебя удивил? Ну, чем удивил, наверное, чистотой, больше всего, так как для меня это редкость увидеть чистоту в каком-либо городе. В Ахтубе, блин, просто реально не люблю врать много пыли. Ну, не походишь особо в белом, допустим, в белых вещах. Я просто люблю белый цвет, белую одежду, и из-за этого мне так, ну, вот, больше всего это запомнилось. Ну, потому что там постоянно ветер, ветрено, и из-за этого очень много пыли в городе. А что знал он об Ахмате до переезда? Честно, блин, знал, что это Течня. Мара Быстров здесь играл. Мара Быстров играл, да. И все. Знал, что Чесноков на просмотре был здесь. И все, в принципе, больше ничего. Доводило слышать, что тебе гораздо легче забивать именно на натуральном поле. И даже статистика вроде как об этом говорит. Ну, то есть теперь ты должен забивать, потому что в России очень мало искусственных полей. Оно всего лишь одно. Да, в Оренбурге. Да, ну, не знаю, натуральное поле, все равно натуральное поле. На нем намного легче играть, на нем нет такой нагрузки на спин, на колени, там, ну, в общем, на все тело, как на искусственном поле. Наверное, исходя из этого, такие трудности бывают на искусственных полях. Ну, даже посмотрите, вот, у меня сколько пацанов, с кем я играл, с кем мы тренировались в детстве. Просто у кого кресты, у кого они низкие, там, в 14-13 лет лет летят, но это же все из-за полей, вот, искусственных. Но сейчас я слышал проект Алан есть, там, хорошие поля стелят. Надеюсь, в ближайшее время в Казахстане будет все хорошо. Очень надеюсь. В основном люблю сам прогуливаться, в наушниках, по городу, пешочком, вечерком. Кайфую от этого. А что слушаешь? Все слушаю, что по кайфу, то и слушаю. Да, ну, в основном, нашу, да? Ну, да, в основном, нашу местную. А Ирина Кайрата, ну, раньше слушал, сейчас не так, прям, не совсем. Я почему спросил, я помню момент, когда солист обращался, пацаны, пацаны, чуть-чуть осталось. Пожалуйста, пацаны, чуть-чуть осталось. Соберитесь, пацаны. Вы же вас люди, да? Да. Поэтому я перестал слушать. Это вырезать надо или нет, или оставить? Да ладно, я шучу, шучу. Нет, есть пара песен, которые слушаю. А так, в основном, ну, просто без разницы жанр, там, что понравится, то и слушаю. Нет жанра основного, это определенного. Как-то так. Я видел, что ты еще индивидуально тренировался. Это дополнительная тренировка была или разовая акция, что вот команда отдельно тренировалась перед матчем с «Локомотивом», а тебя индивидуально готовили? Ну, как бы, я еще на тот момент контракт не подписал. Из-за этого тренировался отдельно. К тому же пропустил пять дней из-за документальных этих всех вопросов. Ну, решили, что я буду одну тренировку, потренируюсь индивидуально. Так как была уже предыгровая тренировка, какой смысл меня ставить на эту тренировку, если я не заявлен в команде, не заявлен буду на игру. Вот. Из-за этого индивидуально тренировались. А ты умираешь на тренировках Ахмата? Честно, вот. Тяжело после Ахтубе? Ну, я после Ахтубе просто не тренировался неделю, но не было возможности. Ну, так сказать, я же тут тренерский штаб, все со сборной Казахстана. Я знаю их требования. Так что я привыкший уже к этим нагрузкам. Не могу сказать, что очень сложно, но у нас такой вид спорта, такова работа, что нужно терпеть, работать, как бы не было сложно. Жангерлер, Кубисы, Тангалда, Максим Самродов, Казахстан, Сюлия Лады, Сюния Лады, да. Кубисы, Казахстан, где жалко переветры сады. Это кейл-телефон, куда? Кубисы, Казахстан. Мен, Сюлия Лады, Казахстан, брах. Сюнием, брах. Жахстан, Сюлия Лады. Из-за этого я на русском так больше. Я могу понять, но не могу высказать свои, как сказать, мысли. Полностью не могу донести их. Может быть, я могу, но я немного стесняюсь, что скажу что-то неправильно, скажу что-то не так. Вот, только из-за этого. Брах, толстай, Берен, чнишь, боже, спать. Да, я чню, Берен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А с кем-то советовался? Я имею в виду, допустим, с Марой Быстровым. Что за команда, что за город? Честно, нет. Не с кем не советовался, ничего не спрашиваю. Просто принял для себя решение, принял выбор, приехал, все. То есть я такой человек, если я захочу, куда я захочу, туда пойду. Если я захотел пойти, я пошел. Меня уже никто не переубедит, не остановит. Характер такой. Да, но это же первое серьезное решение в твоей жизни. Как бы на меня это не повлияло все равно. Просто характер такой. Принял решение, поехал, все. Как думаешь, на что может рассчитывать Ахмат в текущем сезоне? Я знаю, что задача стоит в пятое место. Но не ниже. Дай бог, выполним задачу. Думаю, будет все хорошо. Вот, дай бог, все хорошо будет. Мы будем работать, стараться, обеждать. А для тебя финансовая сторона имела какую-то роль при переходе за втюбе в Ахмат? Честно, не сказать бы, что имела. Естественно, имеет какую-то роль, но не главную. Само собой, роль... Она есть, но не главная роль. Потому что я хочу развиваться. Как я до этого говорил, это все равно новый вызов для меня. Так что главная роль это развитие самого себя. По Европе, кстати, болельщики думали, что ты напрямую за к тебе переедешь, потому что очень много писали про разные страны. Там Греция, Австрия, Швейцария. Там еще какие-то команды были. Просто слухи. На самом деле, ни одной бумажки, ни одного телефонного даже разговора у меня не было. Так что смысла разговаривать об этом я просто не вижу. Если было бы, я, конечно, возможно, перешел бы сразу в Европу. Но так как их не было, этих разговоров, никаких бумажек, никакой конкретики, я выбрал в пользу Магомеда Масаевича свой выбор. У меня был еще вариант с Оренбургом. Но я выбрал Масаевича. Ахмат живет в хорошем, современном отеле. Как оценишь условия? Все ли устраивает в этом плане? Ну, честно, я немного удивился, так как для меня это впервые такое-то. Их база – это пятизвездочные отели в центре Грозного. Но условия, я не знаю, стоит про них говорить. Если я уже сказал про звезды отеля, я думаю, все шикарно. Пока мне все устраивает, все нравится. Какие качества, прежде всего, выделили бы Максима Самаруна, если говорить о человеческих и игровых? Ну, игровых, наверное, они всем известны, да, они на виду, да. Парень довольно-таки хорошо идет в обыгрыш, да, один в один ему не составляет уйти. Что мне нравится, для атакующего игрока он очень работоспособный парень, да, может на нескольких позициях играть, да, и никогда не тушуется, так называемая, этой черновой работой. Как парень, он довольно-таки открытый, да, даже, мне кажется, его характер он больше отдает, чем принимает. Поэтому здесь со всех сторон с ним комфортно. Мне показалось, что на тренировках он немножко зажат, такой скромный. Это нормально? Ну, я думаю, для первого раза, конечно, нормально. Он только привыкает к требованиям, к партнерам. У него другие партнеры, и ему надо, как бы, освоиться, да, понять, наверное, каждого футболиста, что он из себя представляет, да, когда открыться в нужном моменте, кто может эту передачу отдать. Поэтому это нормальный процесс. В скором времени вокруг него можно строить команду? Ну, пока тяжело сказать. Посмотрим, сколько его адаптации займет времени, потому что премьер-лига – это очень сложный чемпионат, довольно-таки быстрый, да, и здесь совершенно другие скоростя, поэтому ему какое-то время понадобится для адаптации, и, наверное, в ближайших первых играх, да, его больше выходы будет со скамейки. Мы знаем, что в конкурентах у него есть местный Лечи Садулаев, есть капитан Бериша, да. По потенциалу Максим их превосходит, или наоборот, в каких-то качествах даже уступает? Нет, ну, у Лечи у нас очень, да, серьезный потенциал у него, и у Максима он есть. Я бы не хотел так сравнивать в потенциале, они оба, как бы, игроки, которые, да, могут, наверное, усилить многие клубы, премьер-лиги. Поэтому здесь просто для меня, как для тренера, больше выбора стоит, ведение игры на ту или иную игру, да, кого, и как использовать. И ясно, что Максим может там и выдвинутого форварда сыграть, чуть ниже может, но я даже его вижу и хочу как-то использовать, может быть, даже и с краю будут играть. Поэтому это определенные вариации в игре. Известно, что вы его в центре нападения будете наигрывать, так же, как и в сборной Кастана? Ну, возможно, возможно. У нас сейчас два центра форварда, да, Галаров и Кордосу мы приобрели, да, недавно. Пока у Толу тоже идет определенный этап адаптации, поэтому здесь надо смотреть и как бы варьировать, как я еще сказал, от ведения игры, от твоей тактики. А Магомед Мусаевич, что сказал, поприветствовал? Какие-то советы дал, может быть? Ну, что сказал он? Магомед Мусаевич поприветствовал, сказал, что, дай бог, мы добьемся вершинном месте с Ахматом и лично, когда разговаривали, он надеется, что я помогу Ахмату в этом. И это новый вызов для меня, новые вершины, новые возможности. И пожелал мне, чтобы как можно скорее перешел европейский чемпионат, более сильный, топ-5, можно так сказать. Ну, это моя цель, на самом деле. Что Магомед Мусаевич знает, какие мои цели. Вот. Поэтому, наверное, так выразиться. Магомед Агиев. Какой он тренер? Мотиватор, психолог, тактик. Ну, просто хороший человек. Он всегда может сказать несколько слов, да, и это прям пробирает наш слез. Да, да, всегда. Стабильность просто. Стабильность – признак мастерства. Поэтому Мусаевич – мастер. Вот. Все, что могу сказать. А Магомед Мусаевич что говорил? Он тебе когда сказал, что есть такой вариант? В конце того сезона, когда он возглавил? Или вот же непосредственно перед началом нового? Нет. Вот перед началом нового сезона он позвонил мне, сказал, что хочет видеть меня в своей команде. Ну, я принял этот вызов. Считаю, шаг вперед, новый вызов, новые возможности, дай бог, именно будут с Ахматом. Но я знаю, что он еще индивидуально с игроками, баллистами разговаривает. Вот после перехода какой-то долгий, серьезный разговор был? Да, на самом деле не было. Наверное, потому что мы с ним знакомы уже не один год и друг друга уже хорошо знаем. Наверное, исходя из этого, такого серьезного, долгого разговора не было. Просто поделал все. Коротко, ясно. Я думаю, только этот повод из-за чего мы не разговаривали. Да, вот это. ясно. Ясно. Субтитры сделал DimaTorzok Макс, что у тебя же была мечта детства уехать за пределы Казахстана, играть в зарубежном чемпионате? Да, конечно, была. Можно сказать, что она сбылась, потому что как-никак это шаг вперед в моей карьере. Можно сказать, что я вышел из зоны комфорта, так называемой. Я доволен собой, доволен этим выбором, вызовом новым. Очень часто эксперты говорят, что ты выбрал чемпионат России из-за отсутствия языкового барьера. То есть, если бы переехал в Европу, было бы сложно на первых порах. И ты потихоньку, играя в бахмахе, будешь стараться прокачивать в том числе английский язык. Да нет, на самом деле. Языковый барьер, ну, блин, как сказать. Я бы не сказал, если честно. Языковый барьер, ну, в любой команде, у любого игрока может быть языковый барьер. Ну, на самом деле, это одно из таких моментов, да, что языковой барьер, ну, это же не мешает у футбола язык один, единый. Просто я принял такое решение перейти к Мусавичу, потому что он меня знает, я его знаю. И надеюсь, что у нас вместе все получится. Насчет языкового барьера, не знаю. Язык можно выучить за 3-4 месяца, ничему не мешает, по сути. А вот это неопределенность она подщегивала или, наоборот, нервировала? Да нет, я как-то не обращал внимания вообще на это. У меня интересна только конкретика. А так я на это внимание как бы вообще не обращал. Увидел? Увидел, ладно. Просто разговоры. Ну, по сути, так есть просто разговоры. Если нет никакой конкретики, естественно, будут просто разговоры. Также вот могу прочитать любую другую новость. Она не окажется просто, я объявлюсь. Смысл тогда на это тратить время вообще. Скажи, Макс, город достойный, да? Очень красивое современное здание. Да, город достойный, да. Он еще расстраивается полностью. Что-то строится, строится. Целый микрорайон, да, застраивает? Да, да. Но в целом через лет здесь шикарный город будет. А в целом пока не могу сказать, что тут недостатки какие-то. Я пока все только положительное увидел. А национальную кухню уже пробовал? Честно, еще нет, не попробовал. Надеюсь, в скором времени удастся пробовать. Я тебе скажу, это нечто. Национальная кухня. Потому что здесь очень вкусно готовят. Она достаточно тяжелая, так же, как и казахская кухня. Ну, как мы любим, да? Да, залетаем. Обязательно попробую. И в Чечне тоже очень сильно любит канину. Как и мы. Ну, все, тогда я буду канину только кушать. Как я и люблю. А мы перед поездкой садился, изучал город, в Ютюбе какие-то ролики смотрел. Да, конечно, смотрел. Ну, смотрел ролик от Рейна, там говорится об одном и о том же. Так что... Ну, ничего нового, в принципе, вот. Кроме вот этого, что нужно трико носить, девушкам юбки, длинные, там, не знаю, платья. Не показывать ничего. В принципе, все так же. Ничего особенного. Если посмотреть твои набранные, я уверен, что там не меньше Рыма, есть еще Идрис Умаев, которого ты по-любому спрашиваешь. Как здесь, что в Грозном, куда сходить, что купить? Умаев, да, это тоже мой брат. Я все у него спрашиваю. Каждый день ему звоню. В последнем матче ему даже пожелал удачи и сказал, что... Увидел состав, сказал, что он выйдет и обязательно забьет. Он сказал ему, что ты мои слова вспомнишь. И он вышел, забил победный гол, и после этого он и по интервью про это сказал. Вот я сейчас тоже об этом говорю. Красавчик. Я очень рад, что есть такие братья. А что спрашиваешь у Идриса? Вот по поводу нахождения... Да, даже элементарно, где находятся магазины. Он лучше знает город, его родной город, где вкусно покушать, где можно прогуляться. В основном такие моменты спрашиваю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я видел видео, приехал в машине и не сдержал слез, когда прощался с городом. Да, ну... Впервые все-таки уехал. Вся карьера там, вся жизнь там. Уехал впервые. Всю карьеру свою профессиональную провел там. Естественно, тяжело было прощаться. Но рано или поздно это должно было случиться. Ну, это так, эмоциональные всплески, знаете. Ты от них не убежишь, не избежишь их. Так что, что было, то было. И по-другому не знаю, как их прокомментировать. Особенно вспоминая твои обещания, что ты в Казахстане будешь только в Ак-Тубе играть. Да, да. Давай перефразируем. В Ак-Тубе ты готов вернуться в любом состоянии или на любые финансовые условия? Ну, я не готов, конечно, сразу сейчас возвращаться, если у меня что-то не получится, не дай бог, конечно. Нет, через там 10-11 лет. Когда тебе будет за 30? Да, да. Готов на любых условиях вернуться в свой родной город. Потому что сейчас в футболе очень много историй, когда футболисты возвращаются, там играют за условные один евро. По-моему, этот перешить, кажется, да, Хайдук вернулся. Хайдук, да. За один евро, да? У команды проблемы большие. Ну, конечно, он заработал такие деньги. Он может быть один евро так просто формально, чтобы контракт как-то заключить. Но это дорогого стоит, на самом деле, когда люди преданы своему родному, городу, родному клубу. Я тоже хочу так, дай бог, вернуться. Не за один евро, конечно, хотя бы за 10. В октябре ты конкуренцию чувствовал или все-таки как будто уже все привыкли, что Макс всегда в тарке, то, что местный всегда тащит и уже многие вещи прощались. А вот в Ахмаке, допустим, здесь все равно какие-то требования, здесь какое-то давление присутствует. Давление есть везде, но просто это, как игрок будет относиться к этому, как он будет бороться с этим давлением. Это все от игрока, зависит от его, что у него в голове происходит, как он мыслит насчет этого, я думаю. Но насчет Ахтубе я так не думал, потому что там тоже способные игроки, тот же Умаев, тот же Жан, Ромеро, все способные. У нас была конкуренция на самом деле. Так что я не мог думать, что я сделал результат, я в порядке и так далее. Насчет Ахмата, естественно, я новенький в этой команде. Я не новенький для тренера, но новенький для команды. Естественно, конкуренция будет, я готов бороться, готов биться за место. А болельщики Ахтубе пишут тебе, что желают? Да, каждый час, наверное, кто-то пишет, желают удачи, достичь больших высот, хотят видеть меня в топ-5 лет. Ну, это основные такие сообщения, более актуальные, которые в основном эти сообщения пишут. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Если говорить о сборной Казахстана, совсем скоро уже старт в Лиге Нации. Соперники серьезные, да? Норвегия с Холландом, с Эдогором, да? Австрия. Шикарный выступил на чемпионате Европы. Словения. Наши давние знакомые, которым, к сожалению, мы два раза уступили. Но им ты забил. И, в принципе, хорошо сыграл во втором матче. Какие у нас шансы? И был ли разговор у тебя со Станиславом Черчесовым? Да, разговор был. С Станиславом Саламовичем. Но он был краток, на самом деле. Это было после одной из игр, кажется, после Сараева, если не ошибаюсь, домашней игры. Ну, так быстро познакомились. Но я не один был. Пацаны все, кто в сборной играет с командой. Все вместе собрались, поговорили, сидели, познакомились. А насчет шансов? Ну, шансы есть всегда. Я думаю, тут все зависит от каждого, от настроя пацанов. Если мы будем такими же сплоченными, как были эти два года, я думаю, у нас все получится. И мы выйдем в группу А. Очень надеюсь на это. Так что шансы есть всегда. Мы это доказали, мы это показали. Не на словах, а делаем. Черчесов считается достаточно жестким, требовательным тренером. Тебе как комфортно работать с такими тренерами или с теми, кто чуть-чуть помягче, более рациональными специалистами? Ну, честно, я не знаю, какой тренер Станислав Саламович. Даже не слышал, если честно. Ну, что-то пацаны рассказывали, да, что требования есть. Но при этом у меня нет именно такой категории тренеров, которые мне нравятся, которые не нравятся. Какие у тренера будут требования, их нужно выполнять. Нужно соблюдать эти правила. Так что это наша работа. Мы за счет этого кормим семьи. Так что я думаю, мы все футболисты должны заниматься своим делом, должны выполнять требования. А вот когда информация по поводу перехода возможного, Ислама Чеснокова выходила, общался с ним? Да, я ему написал, что перейдем, написал, он говорит, я не хочу, говорит, но там с руководством какие-то проблемы, что-то не могут решить. Прямо все хорошо, я жду тебя, говорю. Ему с таким именем прям прямой путь грозный, да? Да, точно. Ну, в целом, ты надеешься увидеть Ислама здесь? Надежда умирает последней, да. Было бы круто. Здорово, здорово. Давай, 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 давай. Давайте, ребята. А как встретили тебя в команде? Что сказали? Может, с кем-то сдружился по-особенному? С Гамилой, что с Жировым хорошо общаешься, да? Да, Жировым, Агаларов, Камилов. Ну, это, пацаны все хорошо встретили, все дружелюбные, вот, спасибо, конечно, им за это, что приняли свой коллектив, свою команду. Так, да, с пацанами, вот, общаюсь с Жировым, с Камиловым, с Агаларовым. Вчера в баню сходили, после тренировки, посидели, посмеялись, вот. Ну, думаю, с остальными еще успею познакомиться. Аглент Барнингулов говорил о постепенном омоложении сборной. Ты чувствуешь, как молодой игрок, что вот сборная, что вот молодые игроки потихоньку начинают задавать тон в этой команде? Ну, как сказать, все равно играет команда, не играет пару человек. Ну, по поводу омоложения, что сказать? Я думаю, с какой-то стороны это хорошо, но про кого вы можете сказать, что, допустим, что у нас стабильно молодой игрок играет в премьер-лиге, ну, стабильно. Ну, ты играл? Я Садыбеков, Чесноков. И то Чесноков даже чуть постарше. Ну, Чесноков, ну, все равно более, ближе к молодым, однозначно, нежели к старым. Слава играл Шеврёв до этого. Ну, до этого, я имею в виду, вот, стабильно. Нужна стабильность. Так что тяжело, на самом деле, сказать. Естественно, кто постарше, они играют. Сплав молодости и опыта, пока это про нас. Я думаю, тяжело сказать про омоложение. Естественно, оно будет по-любому. Но просто не все молодые ребята играют стабильно в чемпионате. Максим Собродов для Ахмата это все-таки актив? В том плане, что можно заработать, перепробовать? Я думаю, да, у него цена будет расти. Я думаю, как он себя проявит в чемпионате России, у него потенциал есть. Он молодой игрок, поэтому все в его руках. А оговаривались условия при продаже дальнейшего, допустим, чемпионата России, дальше московских команд, или все-таки в Европу? Нет, мы специально, чтобы Максиму было комфортно, я и знаю, что он хочет прогрессировать дальше. Мы ему в контракт вписали сумму, за которую он может уйти, что в Европу, что в Россию, как он пожелает. Ты семейный год назад создал семью. В Российской премьер-лиге больше платят футболистам, чем в Казахстанской премьер-лиге? А сколько больше? Ну, блин, я честно не знаю, но, наверное, на прилично больше платят. Потому что, смотря всякие новости, удивляешься, что футболисты в России получают такие бешеные деньги. Ну, реально бешеные деньги. Так что, наверное, намного больше. В раза два, три, ну, это мое мнение. Я лично не знаю, у кого какие зарплаты. Если судя по новостям, то раза два, три больше получают точно. А ты сразу согласился на условиях маты или спрашивал, какие там условия, допустим? Нет, я не спрашивал, я просто сказал свои условия. Ну, их приняли и все. Ничего такого не было. Я тоже не наглел слишком. Конечно, попросил немного больше, мне сделали. Я прилетел, все. А ты когда вот супруга приедет, планируешь на базе жить или отдельно куда-то съезжаешь? Ну, нет, съеду по-любому отдельно. На квартиру, придется квартиру искать. У нас же еще две кошечки с нами. Мы не одни. Но я думаю, проблем не составит с кошками найти. И так, в принципе, да, думаю, переехать в эту квартиру. Найти только надо ее для начала. А как часто домой звонишь, пишешь что-то? Сделаешься впечатлениями? Стабильно. Каждый день? Да. Ну, иногда не получается каждый день звонить. Звоню раз в два дня, раз в три дня, естественно, там тоже. Бывают свои моменты. Не можешь позвонить. В принципе, стабильно звоню, разговариваю с родителями. Чего, как думаешь, сборной Кастана не хватило, чтобы обыграть ту же Словению или пройти Грецию? Чего не хватило? Блин, мне сейчас не хочется вспоминать эти матчи. Очень тяжелые были матчи. И в плане физически, в плане эмоционально, что было после матча, я вообще не хочу вспоминать. Блин, даже тяжело сказать, что не хватило. Вроде бы все хорошо шло, все правильно делали. Ну, наверное, были не готовы просто к этому. Не готовы играть пока на Евро. Значит, не наше время сейчас было играть на Евро. Все равно сверху все виднее, что, я думаю... Ну, мы еще свое покажем. Я в этом не сомневаюсь, я уверен в этом. Я в этом не сомневаюсь. Я в этом не сомневаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok